Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я бы вам хотел дать 7 советов для того, чтобы ускорить ваш процесс развития в этой игре. Предупреждаю сразу то, что в основном все эти советы будут для начинающих игроков, и не подумайте то, что у меня слишком маленький этап, и я уже даю советы по этой игре. На самом деле, все эти советы я выбрал, исходя из роликов уже других ребят, которые достаточно быстро развиваются в этой игре, так что можете послушать, кому будет интересно, что-нибудь может быть для себя полезное вы получите. Ладно, собственно, первый совет. Если вы не очень любите наклейки, то лучше всего их продавать, на самом деле. Потому что, как вы знаете, когда вы доходите до 24 этапа, у вас там открывается престиж, вы на него нажимаете, и все ваши наклейки с деталями сбрасываются. Ну, если, по идее, они вам не нужны, например, как мне, то вы можете спокойно их продать и потратить все на улучшение других ваших деталей или на что-нибудь еще. Вот, это был мой первый совет. Второй совет. Никогда не переходите в Золотую Лигу. Объясняю почему. Собственно, я был в Серебряной Лиге, пытался там держаться достаточно долго, но, к сожалению, все-таки меня перекинуло в Золотую Лигу, потому что я там одного чувачка обогнал и оказался на седьмом месте, и, к сожалению, меня перекинуло. Теперь давайте объясню, почему не стоит переходить в Золотую Лигу, если вы не на очень большом этапе. В общем-то, посмотрите, сейчас я занимаю, давайте посмотрим, сороковое место, при этом я получаю какой-то обычный ящик. Если бы я был в Серебряной Лиге, я бы спокойно мог занять восьмое место и получить супер ящик. Ну, Легендарный я бы не мог получить, потому что, ну, блин, там как бы, если получаешь Легендарный, то тебя перекидывает в следующую Лигу. Ну, мы опираемся на то, что я в Золотой Лиге, получается, на данный момент получаю обычный ящик, а в Серебряной я бы мог получать супер ящик каждые, получается, два дня. То есть, ну, если вы уже более-менее большой этап, то вы можете, конечно, переходить, вам будут давать тут Легендарный ящик, если вы будете входить в первые семь мест. Так что, ну, этот совет именно для тех, кто не на особо высоком этапе, либо у кого вообще нет престижа. Вот, например, у меня 14 этап, и я больше 97 тысяч не могу набрать рейтинга, из-за этого я на очень-очень далеком месте в этом топе, и мне дают обычный ящик. Хорошо, что хотя бы мне обычно дают, а не самый дурацкий. Дальше, совет номер три, ребята, всегда оставляйте корпуса, которые у вас с пятью звездочками из прошлого этапа. Вот, например, смотрите, давайте я вам покажу на примере карты. Вот, видите, скоро я перехожу в этапы с золотыми деталями, но я оставлю корпуса именно военных деталей, потому что с пятью звездочками вы посмотрите, сколько у них энергии. Вот у меня есть один корпус золотой, он мне недавно выпал, у него всего лишь 8 энергии, а теперь мы смотрим на другую классику, у нее 18 энергии, и это все потому, что у нее 5 звездочек. То есть обязательно оставляйте всегда корпуса, если вы только перешли в этапы с новыми деталями, потому что детали будут не особо дорогими, и вы можете поставить их аж до трех штук. То есть это достаточно удобно и классненько. Ладно, совет номер четыре. Я очень давно хотел уже этот совет дать, но на самом деле сам им только недавно начал пользоваться, и теперь могу уже полностью про него рассказать. Я очень много роликов по кэт смотрел у других ребят, и замечал то, что единицы только из них играют на ставках, потому что как будто бы этого режима вообще тут не существует, но на самом деле он очень важный в этой игре, потому что вы можете спокойно прокачивать все свои вещички и получать реально крутые бонусы. Например, я поставил вот эти вот три детали в одно время, и мне посмотрите, как жестко повезло. Мне дали для корпуса, получается, плюс 24% к ракетнице, а тут ракетница плюс 25% классики. То есть очень сильно повезло. Тут я еще колесо третье поставил, которое тоже классики добавляет, плюс 24% здоровья. То есть мне очень сильно повезло, я создал вот такую вот классную тачку, офигенная комбинация получилась. И я как бы думаю, что на ставки ставить, ну, просто обязательно в этой игре, потому что очень многие пропускают вот этот вот именно момент и никогда не ставят. Даже я сам, вот, получается, только недавно начал ставить, уже нормально, а до этого я вообще не ставил. То есть вы тут уже из логики исходя смотрите, кто кого выиграет. Ну, если вам повезет, то вы, конечно же, получите бонус. Вот, советую, конечно, никогда не пропускать вот эту вот большую ставочку, немножечко вниз пролистать, потому что тоже замечал то, что многие вниз не листают и не видят вот кроме вот этой вот ставочки, где плюс 3, плюс 1%, ну, вот этой вот ставки, где плюс 10 и плюс 6. Ну, конечно же, она длится подольше, чем это. Это 5 минут, а это, по-моему, 5 часов. Вот, так что сами смотрите. Если, конечно, вам сложно выбирать тачки, то можете найти какую-нибудь группу, где чувачки предсказывают вот эти вот все прогнозы, так скажем, на вот эти вот ставки. Вот, в общем-то, этот совет уже все, и мы смотрим дальше. Собственно, никогда не выбрасывайте легендарные колеса. Это наш совет номер 5. Собственно, я очень много получал колес легендарных, потому что, ну, мне кроме колес вообще практически ничего легендарного не выпадает. И, собственно, смотрите, в чем весь парикол заключается. Видите, у меня, например, есть Bigfoot для катера. Он всего лишь железный, и, блин, все подумают то, что, ну, блин, он вообще полный отстой, кому он вообще нужен? Мы ставим вот сюда, берем катер, берем, например, вот это колесо, которое дает плюс 1738, ставим его сюда, и берем вот это наше колесо, которое дает всего лишь 185 хп, но у него есть плюс для катера 100%. Мы его ставим, и оно дает 3849. Намного больше, чем вот это колесо, хотя они очень сильно различаются именно по уровню. Это железная деталь, это золотая. То есть вы понимаете, да, независимо от того, какая у вас будет деталька, хоть будет вот такая вот деревянная, хоть будет карбоновое колесо, всегда на 100% оно должно быть лучше, если, конечно же, у вас корпус какой-нибудь там не деревянный. Вот, так что сами смотрите, я вам советую все легендарные колеса всегда оставлять. Вот, так что, ну, сами думайте, выбирайте. Я на самом деле считаю то, что выкидывать легендарные колеса, которые дают плюс 100% к чему-то там, к жизням, самое главное, к урону, вы всегда оставляйте, потому что это очень-очень важно. Очень много получите бусток хп, и на самом деле, благодаря этому сможете получше тащить. Ладно, давайте по-быстрому мы нашу тачку обратно соберем, и я уже дам вам, по-моему, шестой совет. Вот, собственно, смотрите, шестой наш совет будет основан на гемах. Собственно, видите, я ни разу практически не тратил свои гемы только на то, что мне нужно. Я вот думал, может быть, мне купить какой-нибудь здесь крутой сундук и открыть его, может быть, это мне как-то окупится, но на самом деле мне в комментариях ребята подсказывали, и я понял то, что это действительно очень прикольный совет, и лучше к нему прислушаться. Никогда не тратить свои гемы, лучше оставьте их на то, чтобы выкупать вещи, которые вы проиграли на ставках. Это реально будет намного лучше, чем купить какой-то ящик, с которого вам может не повезти, и выпадет, ну, просто что-то ненужное, например, какой-нибудь катер, который дает плюс 100% к дрели, и у него эта дырка стоит так далеко, что даже самая длинная дрель не достанет противника. То есть лучше всего оставить все свои гемы и тратить на то, чтобы восстанавливать, получается, на ставках свои детали. Еще также не тратьте не только на ящики гемы, а вот, получается, на ускорение ящиков, потому что лучше всего воспользоваться советом номер 7, он не особо крутой, ну, может быть, просто о нем кто-нибудь не знает, я просто вам что-нибудь новенькое открою, и вы будете гораздо быстрее продвигаться в этой игре. Собственно, если вы все равно хотите увеличить, точнее, ускорить открытие ящика, лучше смотрите рекламу. Не знаю, сколько в день дается вам рекламы, но рядом вот с этой кнопочкой «Открыть» будет «Посмотреть рекламу». Еще с недавним обновлением добавили тоже такую прикольную штуковинку. Когда вы открываете ящик, после этого выпадает такая табличка, где написано «Хотите получить бонус», и там тоже посмотрите рекламку, и вам дадут какую-нибудь крутую деталь. В основном это всегда деталь такого уровня, на котором вы сейчас находитесь в этапе. Вот, например, я сейчас на 14-м, и мне дают военную деталь пятого уровня. Вот, так что тоже используйте вот эту вот фишку, всегда смотрите рекламу, потому что она реально очень помогает, вы гораздо быстрее можете открыть все ящики. Ну, и, в общем-то, на этом советы мои заканчиваются. Конечно же, можно еще много дурацких советов дать, например, ну, самое очевидное, чтобы вы набивали, конечно же, всегда вот эти вот коронки для ящиков, потому что они дают прикольные бонусы, и вы можете получать, например, на этапе военных деталей золотые, если вы, конечно же, на последнем этапе военных деталей. Ну, много еще очевидных есть советов, но самые такие основные, которые я заметил, то что очень часто люди не используют, я вам в этом ролике рассказал. Надеюсь, он вам действительно помог, вы будете использовать эти советы. И если, конечно же, хоть какой-то совет вам был полезен, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и напишите какой-нибудь комментарий. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.